Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот в начале апреля я приступаю к подготовке теплицы к высадке первых томатов. Это очень серьезное, очень ответственное занятие, поэтому я решила для тех, кого это интересует, в прошлом году я сделала половину уже работы, а потом начали спрашивать, как вы делаете. Я уже не смогла показать, как я размечаю лунки, все, у меня уже было готово. Сейчас я решила с самого начала, вот как только я приступила, все вам показывать. Сейчас я все покажу, потому что только-только начала работа, видите. Конечно, рано в начале апреля, потому что я недели через три только буду высаживать, но вы учтите, что в один день я делать это не могу физически, просто по времени, потому что я, конечно, можно было все упростить, но я делаю по схеме, все четко. И я делаю по несколько лунок в день, потому что надо и заправить, и тут вскопать, разметить. Все я вам сейчас расскажу. Конечно, у кого есть время, позволяет, можно выйти с утра до вечера все сделать, но у меня много работы с рассадой, которую я выношу в придомовую теплицу, поливаю, поэтому я все делаю поэтапно, понемножку. Конечно, первое, что мы делаем, но про это даже не нужно говорить, это обработка, вот, например, весенняя обработка теплицы. Но я сделала это уже осенью, я уже помыла все вот эти стенки, видите, она блестит, сверкает, прям как новая. Мне этого делать ничего не нужно было. И вторая процедура, это очистка от растительных остатков и от всего. Она у меня тоже была более-менее почищена, я вот в процессе работы, где попадается какая палочка, я ее убираю. Там не обращайте внимания, у меня тут детские машинки, мы в выходные с внуком тут работали, он у меня катался, девать некуда его. И третье, конечно, это вскопка. Я сразу вам скажу, что я всю теплицу сразу не вскапываю, потому что если вскопать всю площадь, пока таскаешь перегной, пока туда-сюда, можно ее снова притоптать. Я делаю так. В первую очередь я вскапываю... Все, пришел, ну иди сюда. Я вскапываю вот эту вот крайнюю, видите, крайний ряд, который вдоль стены. Почему именно его? Ну, конечно, по техническим причинам. Точно потому же, что если бы я вскопала в средину, а потом ходила туда копать или туда носить все, я могла бы в средину случайно притоптать, средние вот эти ряды. Хотя высаживать, скорее всего, я буду вот в первую очередь вот эти средние ряды. Но это зависит от погоды. Если будет холодная погода, то средние ряды. Если теплая весна будет, то буду все сплошняком высаживать. Копаю вот такой обыкновенной вот этой своей чудо-лопатой. Вот такая получается, как крупно-комковая земля. Я потом разбиваю ее маленькой матышкой, все разравниваю, вручную что-то там разминаю и начинаю размечать лунки. То есть, следующая у меня разметка. Потом еще будет заправка и влагозадержание. То есть, все это буду укрывать пленкой, потому что сейчас очень жарко. Но сначала разметка. Всегда лунки делаю, натягиваю веревку, чтобы они были стройным рядом одним. Ну, чтобы не было вкрифь и вкось. Тут я еще раз говорю, что все это можно упростить. Можно, конечно, и примерно высаживать, не обязательно. Но так как у меня уже схема есть, нарисованная зимой, вот здесь у меня будут все вот такие низкорослые, 50 сантиметров, 40. И у меня расстояние здесь между ними 40 сантиметров. Вот от одной ложечки до другой 40 сантиметров. Я все сантиметром метровой лентой смерила. Вот этот следующий ряд, который я буду копать, здесь у меня уже будет 50 сантиметров, потому что тут будут другие томаты. Здесь у меня будет гемидов, клуша и все вот типа такого, которые не очень, как они, ну не очень высокие, они не очень, ну, короче, которые компактные, которые можно выращивать загущенно. Вот, натянула я веревку и делаю я лунки, размягчаю, делаю лунки. Потом следующим будет заправка, то есть заправка лунок. Сразу буду туда добавлять и перегной, и какие удобрения, то есть компоненты, которые я хочу добавить. В этом году будут у меня две разных теплицы. В прошлом году, когда спрашивали, что я кладу в лунку, добавляю, я добавляла в прошлом году тоже два варианта. Фосфорно-калийное удобрение в одном случае и золу и перегной, а в другом случае рыбную муку, золу и перегной. То есть один у меня получился без минеральных удобрений, без фабричных, одна теплица была, а другая с минеральными. В этом году так же, у меня золы очень мало, кончилась зола. Вот эту теплицу я буду, ну как, заправлять лунку, буду добавлять перегной, вот по маленькому ведерочку, такому 5-килограммовому, ну не полной, килограмма 3, буду добавлять туда перегной. Потом двойной суперфосфат, маленькую ложечку, и калий серно-кислый, тоже маленькую ложечку, немножко золы. То есть вот здесь, мы же знаем, что нам нужно фосфор и калий томатом, я вот буду фосфор в виде суперфосфата, а калий в виде калия серно-кислого. Тут у меня не будет рыбной муки, рыбная мука будет в следующем. Про заправку хочу сказать так, заправляю тем, что есть в наличии. Вот было в прошлом году много золы, я делала рыбную муку и золу, суперфосфат я в одном месте вообще не добавляла. В этом году у меня золы очень мало, я буду применять суперфосфат и калий серно-кислый. Хоть, как многие же говорят, что отказываются все от этих минеральных удобрений, я считаю, что в маленьких таких дозах, в умеренных, это не только вредно, но даже полезно. Земля много лет, на которой мы возделываем свои огороды, занимаем огородничеством, она все равно истощается и никакими травяными подкормками фосфор и калий мы не сможем дать нашим растениям. А томатам очень нужен фосфор и калий. Вот сейчас я буду дальше копать луночки и потом покажу вам, как заправляю. Для того, чтобы заправить свою лунку вот перегноем и всем этим, я немного вот этого грунта убираю, который здесь был, насыпаю перегноя вот в таком ведерке, в пятилитровом полведерка примерно. И уже когда перегной готов, я насыпаю, добавляю вот этого, ну, чтобы насытить землю фосфором и калием. Я вам говорила, что применяю эти будут еще вот суперфосфат двойной. Тут это классическое удобрение, все его знают, нормы расхода написаны. Я пересыпаю их, все удобрения, вот такие молочные бутылки. Применять очень легко. Во-первых, оно не прозрачное и не отсыревает ничего. И второе еще не приклеило будет калий серно-кислый. Добавляю прям чуть-чуть, вот такой столовой ложечкой беру, по половинке столовой ложечки. Почему рано начала заправлять? Потому что, видите, они в гранулах, нужно, чтобы они разошлись. Теперь вот мне нужно весь этот перегной, вот это удобрение с той землей, которая была изначально здесь. Я сейчас тщательно все перемешаю, все перемешаю. Видите, какая-то иглина попадается, ну, тут все может быть. Хорошо полью, чтобы гранулы размочились. И вот как раз у нас 2-3 недели до высадки томатов, как раз удобрение, оно растворится и перейдет в то состояние, которое томаты могут усваивать. Потому что вы знаете, что когда мы насыпаем вот такие гранулы, если попадут на корни, то может быть и ожог корня. Ну, суперфасад, он не очень опасный, он, даже если вы чуть-чуть больше его туда вобьете, растение возьмет только столько, сколько ему нужно. После того, как я сейчас эти грядки, ой, не грядки, лунки вот эти готовые полью, мне нужно обязательно будет укрыть вот так вот их пленкой. Потому что влагозадержание вот в такой период очень важно, чтобы потом еще раз не поливать. Ну, поливать я буду все равно, но есть разница, или оно высохнет без пленки, потом сухую землю поливать, или оно уже будет увлажненное. То есть, вся моя подготовка теплицы схводится вот к этому. Сухую обработала, очистила все остатки растительности, вскопала, протянула нитку, разметила лунки по моей схеме. Там, где будут низкорослые по 40, тут будут по 50, а на этой стороне, с той стороны будут по 60 сантиметров лунка от лунки, центр от центра. Потом, немножко сделала выемку старого грунта, добавила перегной, добавила удобрения, суперфосфат, калий сернокислый, по чуть-чуть, прям немножко. Все это перемешала, полила, сейчас пленкой закрою. Ну, и я буду делать, конечно, это не в один день, вы понимаете, что все это трудоемко. Вот один ряд сделаю, все равно пленкой сразу прикрываю. Второй ряд, может быть, буду делать на следующей неделе, как время позволит, мне нужно, чтобы к моменту высадки в грунт все было готово, и чтобы высадить все вот эти вот томаты, можно было очень быстро. Вы понимаете, что если во время высадки я начну это делать, это растянется очень надолго. Все, у каждого свои методы подготовки. Можно, конечно, как я говорю, упростить, не размещать по сантиметру, не натягивать веревки, просто на глаз шлеп-шлеп-шлеп лунки. Так тоже можно. Не все же обладают таким огромным количеством времени, как я, вот я не работаю пенсионеркой. Конечно, я могу этим заниматься, мне это нравится. Бывает, что высаживают в спешке. Это тоже ничего страшного. Главное, чтобы грунт был хороший, плодородный, чтобы томатам здесь понравилось. Ну, и не обязательно томатам. Кстати, у меня зеленый лук уже, который я посадила вдоль, пока собираюсь. Видите, показывала я, лук высаживала, растет уже во всю. Скоро будем кушать первый урожай. Все, до свидания. Вот это вот моя подготовка теплицы к высадке томатов. Конечно, следующие буду, когда я готовить. Там, может быть, времени столько не будет. Может быть, все это будет быстрее. Но первую вот эту хочу подготовить тщательно к приезду сюда дорогих гостей. Все, до свидания. Продолжение следует...